Почему ты вечно на себя наговариваешь? Поразительно, что такая девушка, как ты, настолько в себя не верит. Или это военная хитрость? Причем здесь хитрость? Только ты и мог сказать такую глупость. Может, ты просто напрашиваешься на комплименты? Ага, значит, я права. Если бы я была красавицей, тебе бы в голову не пришло, что я нуждаюсь в комплиментах. Ты меня достала, Хоуп. Самое неотразимое в тебе — твой ум. Таких странных девушек я еще не встречал. Когда парень называет девушку странной, обычно это означает, что она дурнушка. Как будто нельзя быть одновременно красивой и странной. Если бы я посмел такое утверждать, ты обвинила бы меня в сексизме и в мочизме. А еще в том, что ты законченный кретин. Ничего, у меня есть право так говорить. Это Анита. Как она тебе? Кто такая Анита? Не прикидывайся. Она была не со мной. Мы оказались на соседних местах, вот и обменялись мнениями о фильме. Какие мнения можно составить о фильме, сюжет которого сводится к погоне продолжительностью в час двадцать и к трогательным объятиям в конце? Ты мешаешь мне работать. Ты битый час таращишься на ту брюнетку, что сидит в дальнем конце читального зала. Хочешь, я тебе помогу? Попрошу у нее номер телефона, спрошу, не замужем ли она, скажу, что мой приятель мечтает сводить ее на артхаусный фильм. Великая красота Паула Соррентино, шедевр Висконти, старая лента Фрэнка Капры. Что ты выберешь? Я правда работаю, Хоуп, и не моя вина в том, что эта девушка попадает в поле моего зрения, когда я думаю. Тут я с тобой согласна. Когда человека настигает любовь, глупо винить в этом попутный ветер. Кстати, о чем ты думаешь? О нейромедиаторах. А, о всяких норадреналинах, серотонинах, допаминах. Принялась насмешливо перечислять Хоуп. Помолчи немного и послушай меня. Уже признано, что они способны мобилизовать мозг на определенные действия, усиливать внимание, память, влиять на циклы нашего сна, на наше пищевое и сексуальное поведение. Например, мелатонин играет важнейшую роль в возникновении зимней депрессии. Лучше подскажи, какой нейромедиатор вызывает летнюю депрессию в тот момент, когда надеваешь купальник. Я сразу же выдвину тебя на Нобелевку. Что, если молекулы действуют двояко? Предположим, нейромедиаторы накапливают информацию о том, как они воздействуют на нас в течение жизни. Представь, а вдруг они играют роль частиц живой памяти и накапливают все наши достижения, формируя и меняя наш характер. Никто не знает, где именно в мозгу гнездится наше самосознание. То, что превращает каждого из нас в уникальное... Субтитры создавал DimaTorzok